Правила игры в турецкие шашки Турецкие шашки – одна из разновидностей игры в шашки, характерной особенностью которой, в отличие от большинства вариантов шашек, является то, что худые взятия шашками делаются не по диагоналям, а по вертикалям и горизонталям. Цель игры – уничтожить все шашки противника или лишить их возможности хода запереть. На экране вы видите начальную позицию для игры в турецкие шашки. Игра проводится на доске 8 на 8 клеток. Цвета клеток не имеют значения. Начальные позиции у каждого игрока по 16 шашек. Шашки расставляются на второй и третьей отвергах в горизонталях по 8 шашек в ряд, при этом первая отвергах в горизонтали остается свободной. Первый ход делают белые шашки. Пустые шашки могут худить на одно поле вперед, влево и вправо. Рассмотрим пример. При достижении последнего 8 горизонтального ряда простая шашка превращается в дамку. Дамка ходит на любое количество пустых полей вперед, назад, вправо, влево. Рассмотрим пример. Взятие шашки соперника является обязательным. При нескольких вариантах взятия бить нужно максимально возможное количество шашек соперника. Если есть несколько вариантов боя с равным количеством взятых шашек, игрок вправе выбрать любой из них. Простая шашка бьет шашку противника, стоящую спереди, справа или слева. Бить назад запрещено, перескакивая через нее на следующее поле по вертикали или горизонтали. Рассмотрим пример. В этой позиции у вас есть два варианта взятия. Первый и второй. Рассмотрим еще один пример. В этой позиции у вас есть только один вариант взятия. Дамка бьет шашки противника, стоящие от нее через любое количество пустых клеток спереди, сзади, справа или слева, если следующее за шашкой поле свободно. В турецких шашках отсутствует правило турецкого удара. При взятии шашки снимаются с доски одна за другой по ходу боя, но при этом дамка не имеет права во время ударного хода по вертикали или горизонтали изменить его направление на противоположное, то есть на 180 градусов. Рассмотрим пример. В этой позиции у вас есть два варианта взятия. Первый. И второй. Простая шашка становится дамкой после завершения хода. Если она попадает на восьмой горизонталь в результате взятия и может бить дальше, как простая шашка, она продолжает бить и становится дамкой по завершении хода. Продолжить бить как дамка на этом же ходу она не может. Рассмотрим пример. Рассмотрим еще один пример. Спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова